Приветствую вас аноним. Ну, во-первых, мужчина начал вас унижать, потому что вызвать его самолюбие своим отказом. Во-вторых, не все мужчины, да и люди в целом хорошо переносят фрустрацию. А именно фрустрацию вы мужчине подарили, когда отказали ему в сексуальных отношениях дальнейших. Вот, и, соответственно, это все вызвало у него потребность вас унизить, чтобы как-то вот баланс восстановить по его мнению, потому что вы его унизили тем, что ему отказали. Вот, ну да, это все, конечно, очень нелицеприятно, и понятно, что мужчина повел себя некрасиво, но имеем, что имеем. Ваша ответственность в этом, на мой взгляд, ну, тоже есть, в том смысле, что вы как-то вот дали ему понять, что вы готовы к отношениям без обязательств, а он, ну, он, вот, опять же, вы не описали ничего такого, что могло бы показать, что он хочет, что он хочет серьезных отношений. Ну, то есть, что-то такое вот более серьезное, чем периодические встречи ради секса и все. Вот, то есть, мне кажется, что у вас, в целом, здесь, ну, как-то вот просто не совпали интересы. Мне кажется, что у вас здесь, в целом, просто, как-то вот не совпали ожидания взаимные друг от друга, потому что у него, например, были свои ожидания, у вас были свои ожидания, и понятно совершенно, что, ну, что... Ваши ожидания не оправдались, и вам отчасти именно из-за этого было неприятно, что мужчина, собственно, ну, так себя повел, таким образом себя повел. Вот, хотя, его поступок, он, ну, я его не оправдываю, да, я не оправдываю поступок, но мне кажется, что человек, вот, повел себя как-то, ну, соответствующей ситуации, именно соответствующей ситуации он сюда повел, вот, и, в общем-то, наверное, он, ну, не мог вот в сад сюда повести себя, ну, вести себя как-то иначе, вот. Я, ну, я так, по крайней мере, думаю, что он не мог, не мог он вести себя по-другому. Вот, ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот, что, в принципе, еще можно вам сказать? Что можно еще вам сказать и донести? Ну, наверное, наверное, можно сказать и донести, что вы переносите как-то вот на всех мужчин, то, что сделал один, что позволяет говорить о возможных неудачах ваших в личной жизни и, возможно, о том, например, что для вас, отношения, ну, вот, с мужчинами имеют, ну, какую-то такую особую историю, то есть, в том смысле, что чересчур это для вас значимо, вот. И мне кажется, мне кажется, что если это так, если это, ну, если это действительно так, то надо бы, ну, поисследовать, о чем именно идет речь конкретно, то есть, почему вам так, вы так нуждаетесь в отношениях, почему вы, к примеру, согласились, допустим, на интим, тот же, если, ну, к примеру, то есть, ну, если не собира, если мужчина не собирался с вами серьезных отношений строить, вот, почему, почему вы в таком случае согласились на интим. вот, значит, соответственно, что изменилось для вас, когда человек сказал, что он не хочет серьезных отношений с вами, да, то есть, когда вы поняли, что он не хочет серьезных отношений с вами, и понимаете ли вы для себя в полной мере цель отношений, понимаете, отдаете ли вы себе отчет в полной мере, до чего вступаете в отношениях, потому что вот у меня такое ощущение возникло, да, что как-то вот вы сперва хотели одного, а потом вы хотели другого, вот, и мужчине как-то вот в реальном времени все это донести не смогли, из-за чего возникает недопонимание. Вот. И в целом, мне почему-то так показалось, что вы и раньше мужчинам относительно не доверяли, и сейчас просто еще больше убедились в том, что мужчинам доверять нельзя. Если так, то это напоминает игру Попался Сугин Сын, вы можете в интернете прочитать про эту игру, психологическая игра. Вот. Вот у меня такое ощущение, что вы в эту игру играете. Я, конечно, не могу, естественно, утверждать этого наверняка, но тем не менее. вот, то есть вы сформировали для себя некую позицию, вы сформировали для себя некую точку зрения, вот, и пытаетесь эту точку зрения, значит, подтвердить. Вот. При том, что, ну, естественно, исключается, выпускается из вида тот факт, что именно вы сами в той или иной степени ответственны за то, что мужчина так себя повел. Дальше, значит, вот, да, вот вы пишите, он мне пел про мою красоту, про ум, что я классная женщина, ну, то есть вот. Значит, значит, я поняла, что не хочу быть с ним, и на 7 наши отношения были без обязательства, общались мы не часто. Вот, вы не донесли ему, что не хотите быть с ним. Значит, дальше. Я держал 10-ю, к тому же он уезжает через 2 месяца, о каких отношениях может идти речь. А почему вы решили аноним, что он хотел отношений? Вот. Почему вы решили, что он хотел отношений с вами? То есть, такое шинь, что, вот, вот вы пишите, да, смотрите, вы пишите, познакомились с мужчиной, было пара свиданий, был интим. Вот. Почему? Если вы хотите серьезных отношений, то пара свиданий и интим для вас неприемлемо. Ведь для серьезных отношений это неприемлемо. Исключение составляет случай, когда люди вот прям чувствуют, ну, непреодолимое притяжение, притяжение друг к другу. Вот. Значит, и вот вы пишите, что был интим, а потом пишите, что я не хочу с ним быть, иначе наши отношения были без обязательств. Когда вы поняли, что отношения без обязательств, не то, что вам нужно. Когда вы это поняли? Для себя. И, соответственно, если вы поняли, что отношения без обязательств вам не нужны, то не жили ли вы до мужчины это, или вы просто не общались с ним, а он думал, что может рассчитывать на интимные отношения с вами. Тогда то, что вы сказали, это просто для него была неожиданность, и поскольку он вас хотел, поскольку он был сексуально возбужден, то это реакция на, значит, фрустрацию, как я уже сказал. Вы пишите, было очень неприятно. Из-за чего? Как теперь верить мужчинам после этого? Как? Каким? Доверие мужчинам, да и людям, людям в целом, основывается на доверии себе. Именно доверие себе. Вот такая штука. Поэтому, мне кажется, что, ну, мне кажется, что вот так. Вы не доверяете себе. В любви он не для вас и хотел лишь иметь возможность, лишь возможность иметь секс со мной. Ну вот, да, да, хотел с вами секс. Все, больше им ничего не нужно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я бы рекомендовал вам разобраться в себе, в своем поведении, в своих ожиданиях и выражении этих ожиданий мужчинам, о значимости для вас мужчин и отношении с ними. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.